Привет всем! Совсем коротко расскажу про Адлерский новый вокзал. Его строили как раз под Олимпиаду 2014 года, проходящую в Сочи зимнюю. И вот сейчас есть возможность у меня, поскольку я ожидаю поезд, пройтись по вокзалу и рассказать о нем немного. Сейчас я нахожусь на верхнем четвертом уровне. Получается с нулевым всего 4 этажа здесь, под потолком. Я бы не сказал, что здесь сильно жарко, поскольку по периметру везде установлены кондиционеры. В принципе есть фудкорт в двух сторонах, вот в той дальней и вот здесь. Здесь на верхнем самом уровне находится как раз и зал ожидания. Есть VIP зал ожидания, ну примерно где-то 150 рублей в час, потом по вниз стекающей идет плата пребывания. И есть детская площадка, вот сейчас я к ней как раз подхожу. Она абсолютно бесплатная, но мой пацан, ему уже скоро 7 лет, ей особо не заинтересовался. Вот за вот этими дверьми есть площадочка, вот там детишки играют. В обе стороны открывается интересный вид на железнодорожные пути. И на сам город можно понаблюдать за прибытием и отбытием поездов. С северо-западной стороны, помимо железнодорожных путей, мы также открывается еще нам и вид на море. Если мы спустимся на уровень ниже, то есть на третий уровень, то с северной стороны вокзала мы выйдем в город, а с южной стороны вокзала мы попадем на шикарную площадку, с которой открывается вид на море. Отлично, если бы еще не жара, а вот этот освежающий морской ветерок и морской аромат, конечно здорово. Да, здорово. Сейчас я пройду туда дальше, может быть там вообще к морю можно выйти еще и покупаться. Нет, мои ожидания немножечко не оправдались. Я думал тут действительно, пока ждешь поезд, можно скинуть вещи в камеру хранения и пойти окунуться еще на пляж, но нет. Вот так вот все это дело здесь ограничивается. Хотя по большому счету можно. Вот он, выход из вокзала. То есть можно найти вот сюда вот проход, вещи в камеру хранения и проваляться еще на пляже вплоть до прибытия поезда. Надо как-нибудь воспользоваться этим. То есть когда кто будет находиться в Адлере, пожалуйста, вот такой лайфхак по отбытию. Съемку разрешают вот такие таблички, поэтому на объекте вести съемку разрешается, что я в общем-то говоря и делаю. Вокзал очень современный, ну понятно, он построился совсем недавно и соответствует всем современным требованиям безопасности и прочим-прочим-прочим. Есть все необходимое, те же бесплатные туалеты, которые я уже посетил. Все очень комфортно, чисто. Пребывание очень комфортное на вокзале. Современный интерьер, экстерьер. Ну все, что нужно, в общем-то здесь вы найдете. То есть ожидание поездов очень комфортное. Есть как автоматическая камера хранения, так и камера хранения суточная с оплатой за место. Если будут какие-то вопросы, дополнения, что вспомню, спрашивайте, я отвечу в комментариях к этому видео. А пока что, кто интересовался, тут есть даже и гостиница, и какой-то там типа часовни. В общем, все, что нужно, здесь вы найдете. На этом вот такой мини-обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока.